Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска с двигателем 2.4, бензин, на автомате, полный привод. Загудел у нас передний левый подшипник. Меняли мы его, по-моему, в осенью прошлого года. Отходил немного. Что с ним произошло, непонятно. То ли смазки с завода мало было, добавлять же там она не добавляется, оставляли так. Сейчас заказали другой подшипник. Поднимаем, снимаем, разбираем, а там посмотрим, сухой он, не сухой внутри, что с ним произошло. Поднимаем, снимаем колесо. Снял колесо. Откручиваем гайку привода. Для этого мы сверху через вентиляцию фиксируем отверткой. Головка здесь 12-гранная, углубленная на 30. Здесь гайку я уже сорвал. Откручиваем ее. Почему углубленная? Потому что здесь с привода вал выступает далеко, короткая головка не пойдет. Привод мазанный, выходит нормально, поэтому стучать его не надо будет. Откручиваем гайку рулевого наконечника. Гайка здесь на 19. Также мы откручиваем с обратной стороны на суппорте. Целиком от ЦАПФы откручиваем суппорт. Два болта на 17. Счастлива на 8. Субтитры сделал DimaTorzok И подвязываем наш супер к стойке Также снизу ослабляем гайку на шаровой опоре сверху Здесь привод не даст ее выкрутить, он упрется И откручиваем шаровую опору от рычага Здесь две гайки на 17 и один болт на 17 Теперь мы откручиваем датчик АБС Вот здесь через окно его видно Сзади болтик, головка на 10 Выкрутили болтик и вытаскиваем датчик АБС Здесь у нас еще есть кронштейн датчика Вот такой пластиковый Мы его с двух сторон оттягиваем И он отходит от крепления стойки Берем головку на 22 с ключом И откручиваем оба болта Которые у нас держат стойку И вот так далее Которые у нас есть кронштейн датчик И отбиваем наш наконечник рулевой. Все, у нас полностью получается шаровое откручено, держится только на верхнем болту, откручиваем до конца, держим и вытаскиваем болт. Все, сняли. Сам подшипник крутится. Есть ракоток небольшой, на таких он не ощущается, но он смазан, он не сухой. Но есть у него люфт. Вот он. Видно, он залюфтил. Его еще не пытались даже не стучать, ничего. Сейчас берем, снимаем, во-первых, сначала шаровую опору. Гайку на 22 выкручиваем и отбиваем ее. Она нам будет мешать здесь, когда будем упираться. И отбиваем ее. Откручиваем пыльник. Хотя сейчас мы все равно его снять не сможем, пока не откручиваем. Берем, выбиваем ступицу. Ставим сюда головку, трубку, оправку, у кого что есть. На 32 головка встает. Показать я не смогу, потому что надо будет держать и бить. Вот поставил в упер ступицу головку и по головке на весу выбиваем ступицу. Как я и говорил, подшипник не сухой, но что-то он зарокотал. На этой обойме нету раковин. От зубила у нас не пошел. Будем болгаркой немножко надрезать. Вот так вот, миллиметровый отрезной круг. Вот таким образом я его под углом надрезал. И он у нас сошел. Здесь немножко, немножко, чуть-чуть я все-таки зацепил ступицу. Но это не страшно, потому что обойма держит нормально. Так, теперь берем, выпрессовываем наружную обойму. Забрызгал стопорное кольцо ВД-шкой. Теперь его немножко шевельнем, чтобы оно у нас задвигалось. Все, кольцо задвигалось. Все, кольцо задвигалось. Берем вот такие здоровые круглогубцы. И отвертку. Все, кольцо мы сняли. Теперь устанавливаем на пресс. И с этой стороны через оправку выдавливаем обойму. Так, ну поставил вот так оправочку. Снизу подшипник упер. Сейчас давим. Будет щелчок. Все, вот он у нас вышел. Сейчас мы его возьмем здесь пару раз ударим и он выпадет. Берем новый подшипник фирмы NACHI 45BVV08110. Здесь магнитного кольца никакого нет. Направления движения нет. Берем, устанавливаем. Берем старый подшипник. Ставим его на обойму. И через старый подшипник задавливаем. Завидом. Берем. Берем. Тран独ат. Завидом. Берем. Субтитры сделал DimaTorzok Все, подшипник у нас сел на место Одеваем стопорное кольцо Стопорное кольцо я почистил щеткой Встало на место Берем ступицу Также ступицу немножко смажу Субтитры сделал DimaTorzok Немножко прякнуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Все, запрессовали Здесь у нас все село Теперь люфта нету Протер я старую смазку здесь гранатой Наносим новую Шаровую опору я наживил Подтянем уже ее Когда установим Когда установим ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДианаTorzok ДианаTorzok Наживляем гайку привода. Мажем, эти болты я почистил, мажем их и наживляем болты стойки. И второй болт тоже. Наживляем гайку. 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 Защёлкиваем. Кронштейн и вставляем на место датчик. Всё, датчик прикрутили. Мажем наконечник рулевой тяги и надеваем его. Теперь мы берём, наживляем шаровую опору. Одеваем тормозной диск. И надеваем суппорт. Сжал маленько колодочки. И наживляем. И наживляем. Гайку. Наживляем. Гори. 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 Все, мы все наживили Теперь берем, протягиваем Протягиваем гайку привода Протягиваем два болта на суппорте Два болта на стойке Одну гайку у нас на наконечнике рулевом Две гайки и болт на шаровой опоре Затягиваем Затягиваем Все перепроверил Все затянул Сейчас Гайку завальцевал Мажем маленько резьбу Устанавливаем колесо Закручиваем его И на этом все Подшипник передней ступицы мы заменили Всего вам доброго